Здравствуйте! Мамина школа открыта для вас. Накануне праздника 8 марта мы поговорим о маме. Что значит ребенок для мамы? Что значит мама для ребенка? Как построить свои отношения с ребенком так, чтобы стать лучшими друзьями? Обо всем об этом мы поговорим с кандидатом психологических наук, доцентом Будрейко Надеждой Николаевной и мамой двоих детей Кристиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Надежда Николаевна, вот как меняется жизнь женщины после того, как она становится мамой? Важность темы нашего сегодняшнего разговора сильна не только для тандема «мама-ребенок». Она очень важна для общества в целом, потому что то, какого гражданина получает наше общество, зависит от наших замечательных мам. Какова роль мамы в семье в целом? Если мы зададим такой вопрос, то, наверное, услышим вероятнее всего такой ответ. Ну, мама, она и есть мама. Да никакой роли она и не играет. Но вот если наша мама куда-то въедет, куда-то выйдет, то тут же возникают следующие проблемы, оказывается. В холодильнике не растут продукты, хлеб не размножается в хлебнице, размножается только пыль. И на самом деле совсем ужас. Оказывается, надо покупать туалетную бумагу постоянно. И поэтому папа приходит в совершенный кошмар и понимает... С мамой никуда. Никуда. Роль мамы велика. На самом деле с рождением ребенка изменяется и очень сильно изменяется роль мамы в семье, и меняется ее жизнь. Кристина, а как изменилась ваша жизнь после рождения сначала Пети, а потом у вас еще и второй ребенок? Ну, я хочу сказать, что тотально, глобально. Не знаю, какое еще слово подобрать. В общем, конечно, с рождением ребенка понимаешь, что вот оно главное дело всей жизни. Потому что все, что было до того, как-то вроде уходит на второй план, и уже не совсем интересно и не совсем нужно. Потому что вот появляется сначала один, потом второй, но у кого-то сразу, может быть, двое. Вот появляются маленькие человечки, которые начинают руководить твоей жизнью. Сначала работали как сумасшедшие, сначала бегали куда-то, бежали, торопились, опаздывали, а потом появился ребенок, и все стало на свои места. Потому что я считаю, что для женщины вообще материнство – это главное в жизни. То есть что еще главнее может быть? Я знаю, что вы даже готовы пожертвовать карьерой ради воспитания детей. Ну, вот, собственно, так и получается. Потому что о чем я нисколько не жалею. Вот, потому что работа одна может быть, потом работа может быть другая. А дети – это уже на всю жизнь, и важнее этого, может быть, я сейчас повторяюсь, но ничего нету для женщины. Таким образом, мы выяснили, что жизнь женщины действительно меняется после рождения ребенка. Те ценности, которые были раньше, они уже сейчас не волнуют женщину. Сейчас главное – это то чудо, которое появилось на свет, это частичка тебя. Вот я, например, поняла, что мы, дети, значим для своих мам, когда сама стала мамой. Когда мы впервые стали купать мою дочку Веронику в ванне, я поняла, боже мой, этот малыш, и ведь я в ответе за него, ведь это моя жизнь. И появляются какие-то даже новые страхи, ты переживаешь за жизнь этого человека, ты понимаешь, что его жизнь в твоих руках. И тогда-то я и поняла, что значим мы для своих мам, что мы, дети, это все для наших мам. Надежда Николаевна, а вот что значит мама для ребенка? То есть мы поняли, что жизнь женщины меняется кардинально. А вот для ребенка что значит мама? В этих межличностных отношениях мамы и ребенка, безусловно, очень важную, главную роль играет в самом начале мама. Именно биологическая, энергетическая подпитка родителей, мам и пап, просто жизненно необходима ребенку для нормального развития. Если этого нет, то ребенок будет или очень пассивным, он уходит в себя, или наоборот очень агрессивным. Ребенок должен себя чувствовать всегда защищенным, он должен чувствовать, что мама всегда рядом. Мама – самый важный человек в жизни ребенка. Только мама может понять, почему ребенок плачет. Только мама может успокоить его, взяв на руки. Оказывается, именно от того, как себя мама ведет в первые годы жизни ребенка, зависит его будущее. Будет ли он спокойным или нет, будет ли он уверенным в себе человеком, будет ли бесстрашным. Все это зависит от того, как воспитывала и развивала мама ребенка в возрасте от года до трех. Между прочим, существуют даже специальные занятия, где учат мам, как правильно заниматься и развивать ребенка. Мы побывали в одном из московских центров внешкольного развития ребенка, где есть занятия, которые так и называются «Вместе с мамой». Занятия рассчитаны на детей от восьми месяцев до трех лет. Давайте посмотрим, как это заниматься вместе с мамой. Сегодня мы находимся в центре внешкольной работы Митина. И педагог Потапова Наталья Ивановна расскажет нам, почему важно заниматься вместе с мамой. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Добрый день. Наталья Ивановна, ну вот это занятие ваше так и называется «Вместе с мамой». Почему? Ну вот уже, да, четвертый год в нашем центре работают группы развития детей раннего возраста, которые называются «Вместе с мамой». Потому что сюда приходят детки в возрасте от восьми месяцев до трех лет именно вместе с мамами. Поскольку именно в этом возрасте особенно ярко выражена так называемая базисная потребность безопасности. А кто, как неродная мама, сможет обеспечить такой безопасный психологический комфорт ребенку вот в своем развитии, в своей жизни. Воспитывать ребенка – это значит его знать. А знать ребенка, значит, надо за ним наблюдать. А наблюдать – это дать ребенку свободу. Вот у нас здесь, видите, свободная атмосфера. Ребенок сам, у нас правило, ребенок сам выбирает вид своей деятельности. Мама или там близкий человек помогают. Для мамы что вот это значит – быть вместе с ребенком на занятиях? Ну, мама видит, как ребенок развивается. Мама ему помогает. Мама лучше, ведь как никто другой, мама знает своего ребенка. И все дети разные. У кого-то быстрее развивается одно, у кого-то другое. И, естественно, мама приспосабливается к собственному ребенку. И она учится лучше его понимать. Конечно, это обязательно. А давайте узнаем у одной из наших мам, что дают эти занятия. Давайте, с удовольствием. Подскажите, а вот что вам, как маме, дают эти занятия? Ну, во-первых, это разнообразие. Дома, конечно, у нас тоже много развивающих игр, но, тем не менее, нельзя позволить себе купить такие… Ну, можно позволить, но мы не покупаем, конечно, такие модули. Потом это общение с другими ребятишками. Вот, держи, держи. Вот, ну, в принципе, дочке очень нравится, потому что здесь можно и индивидуально заниматься. В то же время есть какие-то групповые вещи, типа хороводов, речевок, попевок, которые мы очень любим, запоминаем, а потом дома отрабатываем с бабушками и с игрушками. То есть, тем самым, когда вы находитесь на занятиях вместе с ребенком, вы лучше понимаете своего ребенка, наверное, дома? Да, можно и так сказать. То есть, вы становитесь ближе к ребенку? Конечно. Тем более, вот, благодаря сотрудникам этого центра здесь проводятся интересные семинары по развитию ребенка, по детской психологии, по развитию речи. А, то есть, помимо того, что близость к ребенку, вы еще и получаете какие-то знания? Конечно. А то, как разновать ребенка в домашней школе? Конечно. Это очень ценно, тем более, что здесь есть подборка литературы специальной, которую тоже можно взять и почитать. Я считаю, это очень полезно. Наталья Ивановна, хочу задать вам вопрос. Ребенок стал манипулировать родителями, вести себя неадекватно в каких-то ситуациях, собираясь там спать, ложиться, кушать или идти на улицу. Ну, вот у него истерики, всевозможные капризы. Что в этой ситуации нужно делать? Как поступать, вести себя? В этом возрасте ребенок формирует, формируется у ребенка отношение порядка. Порядок должен быть не только в вещах. Он поиграл, убери на место, где что лежит, он запоминает. Но и в отношениях между людьми, между родными, между бабушкой, мамой и так далее. И отношения должны быть одинаковые у всех. Если что-то можно, можно у всех. Если что-то нельзя, совершенно верно. Если что-то нельзя, то нельзя тоже у всех. А не так, что мама разрешает, папа ни в каком случае. А бабушка всегда все разрешает. Ребенок хитрый, ребенок умный, он понимает и начинает уже, извините, вами шнатажировать. Спасибо большое. Так вы договаривались с вами родителями. Спасибо большое. Поняли, что для мамы здесь, конечно, очень полезно бывать. Она становится ближе к своему ребенку, она лучше его понимает. Она сама учится чему-то вместе со своим ребенком. И она также может получить квалифицированную помощь в каких-то своих проблемах. Мы это увидели. И все-таки давайте еще расскажем, а вот что ребенку дает это занятие вместе с мамой. Ну, как я уже в начале говорила, здесь целый комплекс обеспечивается в развитии ребенка. И психофизического, и личностного, и интеллектуального. И идет уже первые навыки социализации. То есть умение общаться в группе, общаться с себе подобными детьми. Обеспечение вот этого развития способится наша среда. Видите, у нас не просто какие-то игры, не просто какие-то материалы, а специально создана предметно-развивающая среда. Вот мы, например, сейчас находимся в среде, вот зоны, так называемые зоны, зоны развития причинно-следственной связи, перехода от детей к деятельности. Да, то есть, например, вот если... Здесь формируются, да, пожалуйста, навыки практической жизни. Вот детки постарше, уже к двум годам, уже учатся... Растегивать пуговицы, да, шнуровать ботиночки, векучки, да, и так далее. Идут развития навыков практической жизни. Очень нравится вот в Викусе лепка. Наталья Ивановна частенько к нам подходит и подсказывает, каким образом нам лепить, как раскладывать тесто, какое тесто брать и прочее. Проверяет, качественно ли у нас тесто. И что у нас получается. Наталья Ивановна, а вот что дает ребенка лепка? Лепка дает очень много. Тем более мы сейчас здесь лепим из соленого теста. Это наиболее пластичный и легкий материал, с которым легко лепить. Это помогает развивать пальцы, развивает мелкую моторику, руку. А мы уже, по-моему, все грамотные знаем прекрасно, что развитие пальцев прямо пропорционально развитию головного мозга. Особенно тех отделов, которые отвечают за речь и мышление. Поэтому чем больше мы манипулируем пальчиками, тем лучше развиваем головку. Наше любимое дело всей семьей, дочкой и сыном, лепить из соленого теста. Потому что все гениальное просто. Стакан соли, стакан муки и полстакана воды. И прекрасный рецепт для занятия. Полчаса у вас точно будут заняты вместе с ребенком. Вот сейчас будем готовиться к весне, к 8 марта. Будем делать сюрпризы мамам и бабушкам с помощью соленого теста. И из бумаги сжатой. Так что мы стараемся наши пачки развивать, чтобы было и полезно, и интересно. Наталья Ивановна, вот я уже привязываю на канун 8 марта. Давайте дадим какой-нибудь совет нашим родителям, как в домашних условиях с ребенком сделать маме простой подарок. Простой подарок? И бабушке сделать подарок. Да, и бабушке, обязательно бабушке. Берем любую баночку. Вот не нужно, из-под питания. Стеклянную вымыли, взяли соленое тесто и делаем такое движение. Щип, и на баночку, ляп, тесто прилепится. Обклеим так всю, облепим всю баночку, а потом эту баночку украсим зернышками, крупинками, чтобы была красивая-красивая вазочка. Тесто высыпнем. Конечно, конечно, гречка, горов, фасоль, семечки тыквенные, подсолнечные, в общем, любой. Бусинки не нужны, потому что детки очень любят бусинки. Все, что вот угодно. Так что, пожалуйста. А как ее высушить? А она сама высохнет. Поставьте ее либо на батарею, либо просто на полочку. Она сама высохнет. А потом эту вазочку можно даже расписать краской. Любыми пальчиками, если маленькими. Конечно. Делайте домашнее, поварить для бабушки. Да, срезать, например, веточку, поставить, и, возможно, еще и листочки распустятся. Ну вот, я сама ходила на занятия с дочкой сюда к вам, вместе с мамой. И ходила, и сейчас хожу вместе с сыном. И действительно я вижу, как это влияет на развитие ребенка. И действительно я вижу, как дети лучше учатся, когда они учатся вместе с другими детьми. Когда они могут посмотреть, как манипулируют с предметом другой ребенка. И он начинает повторять. Потому что порой дома очень сложно объяснить, что вот эту бусинку надо опустить в баночку, что вот эту яблочко надо положить вот в это отверстие. А когда ребенок видит, как другой ребенок это делает, то у него это получается лучше. Да, совершенно верно. Вы подметили, поскольку у детей в возрасте от рождения до 6 лет есть особый механизм, механизм познания окружающего мира, который очень точно подметила в свое время замечательный итальянский педагог, психолог, врач Мария Монте-Сори. Она это назвала впитывающее сознание. Ребенок, как губка, вот все, что видит, все, что слышит, все, что воспринимает, все это у него откладывается. И он потом рано или поздно начинает воспроизводить, повторять, как маленькая обезьянка. И если мы будем правильно показывать, если мы будем давать ребенку хорошую пищу для ума, для развития, то есть если будет еще и окружать определенная предметно-развивающая среда, то это, естественно, поможет ребенку в его развитии. Поэтому цель нашей группы – это как раз обеспечение психофизического, личностного, интеллектуального развития детей от младшего возраста через объединение усилий семьи и педагогов. Мы говорим слова лечебные, мы говорим всем пожелания, мы говорим всем до свидания. До свидания, Егорушка. До свидания, Настенька. До свидания, Викушенька. До свидания, Наталья Ивановна. Кристина, а как Вы занимаетесь со своими детьми? Ну, во-первых, с самого рождения я была с Петей, я с ним каждый день проводила, и я старалась посвящать ему все свое время, все, которое у меня было. Мы ездили, мы, во-первых, начали нырять с двух месяцев, и до сих пор продолжаем, но сейчас мы уже ходим в бассейн вот с полутора лет, ему это очень нравится, он идет с удовольствием. Со вторым сейчас тоже такая же ситуация, тоже пошли в бассейн. Теперь мы все вместе плаваем. Там в бассейне есть очень красивая детская комната, тоже ее посещаем. Вот, ну, конечно, еще мы вот с Петей сейчас посещаем уроки английского языка для самых маленьких. Мы играем в прятки, в какие-то ролевые сейчас сюжеты. Вообще игра может возникнуть вообще из пустяка, из простой бумажки, которая валяется на полу, из простой варежки. И я всегда придерживалась такого мнения, что мои дети должны быть со мной, поэтому, хотя мне говорили, что это нельзя, что это вредно, что дети могут подцепить там вирусы и какие-то болезни, я всегда брала Петю с собой, когда он был маленький, сейчас тоже придерживаюсь этого мнения. Я знаю, что вы совершенно не боялись путешествовать уже с самого рождения, вы Петю брали везде и возили его. Да, Петя уже объездил очень много, и интересно смотреть тоже, как у него развивается мышление. Я считаю, что все это, конечно, новые впечатления толкают мышление и расширяют кругозор. И очень интересно наблюдать за прогрессом, потому что вот как бы накопительно так происходит. Как растет. Да, то есть вчера он еще не умел, что-то сегодня он уже это умеет. Надежда Николаевна, а вот как построить отношения маме с ребенком, чтобы быть уже вот с самого раннего детства друзьями, чтобы потом, когда уже мальчики будут подростками, и дети будут подростками, уже не возникало каких-то особых проблем? Вы знаете, самая главная сложность в этом вопросе и самая главная простота этого вопроса заключается в том, что нужно быть, Кристина очень правильно сказала, нужно быть просто включенным в ребенка. Нужно быть искренним по отношению к нему, и нужно постоянно видеть и чувствовать, что ему хочется сегодня и сейчас. Вообще, начиная с трех месяцев, ребенок уже очень чутко реагирует на маму. Да. Он следит в своем разговоре. В своих, когда она разговаривает с ним, он следит за ее лицом, и если мама, проводился такой эксперимент, каменное лицо, и вдруг мама отключается от ребенка, ребенок сразу же реагирует на это, он будет плакать, он будет встревожен. И поэтому чем больше внимания, чем больше включенность, интенсивная включенность, вы очень правильно, Кристина, сказали, что вы играете буквально по любому поводу. Это очень правильно, потому что игра – это то, что очень сильно и быстро развивает ребенка. И когда он понимает, что мама действительно всегда с ним, это двигает его развитие очень быстро, и ваш ребенок будет откровенен с вами всегда. Это здорово. Давайте узнаем у Пети. Петь, расскажешь нам, во что ты любишь играть с мамой? Иди к маме рядышком и расскажи нам. Я ходу на английский. На английский ходишь? Да. Тебе нравится? Да. Здорово. А еще во что ты играешь с мамой? Ну, а еще во что мы с тобой играем? В машинке любишь играть? Да. Что мы с тобой строим? Домик. Домик строишь? Наверное. Только у меня потерялись кубики. Ну, ничего. А рисовать любишь? Да. С мамой рисуешь? Да. Есть какие-то особенности воспитания мальчиков и девочек? Конечно. Как воспитывать правильно мальчиков? Вы знаете, наверное, прописи, вот это правильно, а это неправильно, не существует. Все варианты могут быть и неправильны, и все варианты могут быть абсолютно правильными. Но, конечно, разница в половом различии воспитания мальчиков и девочек, безусловно, есть. Для девочки, как бы мы ни говорили, и казалось бы, что это не так, очень важным является папа. Для мальчика очень важным является именно роль мамы. Вот иногда ведь мальчик говорит, что мама, я хочу на тебе жениться. И ведь мы знаем, что очень... Как во взрослой жизни уже многие мальчики ищут себе вторую половину именно как мама, то есть как была мама. И от этого мы никуда не можем уйти, и этого не надо бояться. Вот здесь правильность позиции мамы, насколько она тактична в своих всех проявлениях, насколько она умело подчеркивает роль папы. Вы знаете, те семьи, в которых принижается роль папы, или наоборот роль мамы, в этом вот как раз и бывают те перекосы, которые мы получаем в подростковом возрасте. Я думаю, что в воспитании дочки несколько отличается. Во-первых, ведь и игры у них даже разные. Если мальчики, это всегда сильное проявление лидерства, девочки по очереди играют в принцесс. И для них, может быть, на первый план выходит роль хозяйки, выходит роль мамы. Они играют, ведь они и ролевые игры у них. Я буду играть роль мамы, а ты роль папы. Ну, вы знаете, да, вот дочка, мы играем в дочки матери, она очень любит. Ты папа безусловно, ты папа. Влияет ли детство мамы на то, как она воспитывает своих детей? Конечно. Это является безусловным фактором оказания влияния на наше построение нашей новой семьи. Ведь создают новую семью два человека. И только что я получила от своей родной семьи, от своих мамы и папы, то, что я получила в детстве, непременно это я переношу на свою семью. Только вопрос, если для меня детство было со знаком минус, насколько я постараюсь превратить это в плюс в своей семье? А если был плюс? То, естественно, я буду стараться сделать его еще лучше. Кристина, а вот у вас, вы свое детство помните? То, как вас воспитывали ваши родители, вы также воспитываете свои детей? Ну, я не могу сказать, что точно так же, но, по крайней мере, вот у меня картинка, но все же идет из семьи, это понятно, и картинка моего детства у меня жива, так сказать. Вот. И я очень рада и счастлива, что мне повезло с мужем, с папой. Потому что и мама, и папа в моей семье занимали, я так могу сказать, принимали участие в нашем воспитании одинаковое. И я считаю, что, конечно, мама есть мама, но вот у ребенка должна быть правильная картинка мира, потому что все идет от семьи. И если у папы с мамой хорошие отношения, то у ребенка в будущем тоже будет хорошая семья. Потому что все идет из семьи, все. Никуда от этого не деться. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы сыновья росли и радовали вас папой. С праздником вас. Спасибо. Ура. Присылайте нам свои сообщения на электронные адресы по почте. Мы обязательно ответим на них. Заходите на форум, там обсуждаются интересные вещи. И помните, воспитание ребенка – это прежде всего воспитание родителя. Если вы будете заниматься с малышом с самого рождения, то уже когда он вырастет, вы станете лучшими друзьями. С вами была Наталья Политаева. С праздником вас и до новых встреч.